Саш, привет! Поздравляю тебя с юбилейной двадцатой победой приемом. Один из ярчайших ударников страны и сразу проход в две ноги. Что это такое? Ну, во-первых, я не считаю себя таким ярчайшим ударником. Все ребята сейчас добавляют. Я обычный человек, обычный боец, как и все страны. Я все не считаю прям идеальным ударником. Саш, ну сейчас сделал, видно, упор на борьбу, потому что ее было зиза. В вашем предыдущем противостоянии были трудности в борьбе с тобой. Что повлияло на это? Сборы в Казахстане, влияние Артема Резникова, что? Ну, да, вообще, когда я готовился к роли Пирте, я созвонился со Штёвой, Артем. Мне нужна твоя помощь будет в борьбе, потому что ты не могу боряться. Он как-то без проблем. Он все бросил, все дела, прилетел в Омск и помогал мне готовиться около месяца. Потом мы с ним полетели на бой, он был у меня улыб, подсказывал. Потом Артем говорит, приезжай, он вместе готовится. Ты будешь, как было, снизу готовиться. Я Кисуфу Рейсову. Будем драться на одном турнире, вместе будем подтягивать борьбу. Я поехал туда, в Казахстан. Как раз была пандемия, было сложно пересесть. Но я сделал все необходимые документы и как бы на границе меня пропустили. И там, конечно, мы три раза в неделю боролись именно по вольной борьбе. Три человека было. Они первые номера в Казахстане. И эти ребята были очень сильные. С такими ребятами я вообще готов тренироваться всю жизнь. Ну, реально, крутые борцы. Конечно же, я не смог, по-моему, противопоставить что-то. Но они меня грузили, постоянно меня напрягали. Я много защищался. И я уже потом посмотрел прогресс против Аблазина. Как я защищался. В принципе, в борьбе неплохо. И вот так я начал потихоньку и больше уделять времени борьбе. К нам в Омск приезжал парень, действующий борец больного стиля, мастер спорта. С Красноярского стиля. Он у нас провел 2-2,5 недели сборы. И он нас сильно очень напрягал, грузил. То есть и много боролись. Просто все знают, что Артур Донковский у меня проблемы с борьбой. Он всегда выступает в борьбе. Но решил сильно не рисковать. Зачем с ним тоже разорваться? Потому что видно, что у него тоже тяжелая рука, тяжелый удар. Зачем лишние стильники? Попробовал перевести. Попробовал забрать спину. Но он отдал спину. Еще хочу сказать, что он тоже прибавил в борьбе. Видно, что он защищался очень хорошо. Контрализировал мою руку. Я не мог ее вытащить. И добивал его очень аккуратно. Вообще не хотел с ним драться, честно. Не то, что не хотел. Но не хотел с ним пересекаться. Мы с ним могли встретиться в 2012 году, когда я дрался в М1. Он был чемпионом. Я потом вышел на дитульный бой в М1. И у меня закончился контракт. Я не стал продлевать. И ушел с организации. Артем на тот момент был чемпионом. Мы могли там в 2020 году. Первый бой мог быть здесь. Но потом наши судьбы разошлись. И потом Артема подписали в УСЕ. И я думал, что скорее всего это будем мы сделаем. Но в М1 не получилось. Сделали в УСЕ. У УСЕ уже подрались. И посмотрели, кто в этом УСЕ. Саш, был схожий момент, как у Артема в предыдущем бою с Рашидом Магомедовым. Он тоже забрал спину. И из его угла кричали «добивай». Но Рашид, видно было, что не добивает. Скажем так, чтобы нанести максимальный урон. У тебя сейчас была похожая ситуация. То есть казалось зрительского зала, что была возможность из-за спины сильно добивать, нанести урон. Но тем не менее ты обозначал удары и стремился закончить бой удушающим приемом. Так ли это или показалось? Ну, во-первых, он мне контролировал мою правую руку. И я не мог, как сказать, выпрямиться, чтобы сделать сильный замах для удара. Но он держал руку. Я просто ему натыкивал, натыкивал, чтобы он руку отпустил и начал защищаться. Но потом я ударил локтем. Тоже немножко попал локтем, но не сильно. Ну и потом я уже начал добивать. Потом он перевернул меня, чтобы я оказался на спине. Ему с угла кричали. Он защищался. Реально очень круто, очень достойно. Мы увидели, что до конца оставалось 7 секунд. Я ему делал прием, я видел, как он храпел. Но он терпел до последнего. Я спросу ей, говорю, он заснул. Он говорит, нет, типа, продолжаю. Я потом уже его завалил на бок, получается. Растянул ногами и уже как бы додушил. Оставалось 7 секунд. Он, я думаю, либо заснет, либо остается. Но Артем постучал. Саша, и заключительный вопрос. Сейчас ты стал более резок. В своих интервью, в своих высказываниях даже сейчас ты видел, что на арене присутствует Абдул-Азиз, Абдул-Вахабов. Предложил ему провести второй бой с Арнавским Абдул-Азиз. С чем это связано? Понял, что современная индустрия ММА без этого не может? Да я вчера вообще пересекся с Абдул-Азизом на пресс-конференции. Потом было взвешивание. Абдул-Азиз стоял к ним, подошел, поздоровался. И говорю, Абдул-Азиз, у нас же был бы хороший первый наш бой. Я говорю, да, повторим. Я знаю, что у тебя травма, ты восстанавливайся. Но я думаю, что он в трассе неплохой бой показал. В следующий раз, я думаю, лучше покажем. И я как бы, это не то, что был вызов. Это просто, я сказал, не то, что где-то знаешь, сказал, как сказать. Человека нету, и ты где-то там за углом кричишь из клетки там. То есть я его увидел, я повернулся к нему, обратился. Он достойно это все принял. Это не является каким-то треш-током, мы не переходим на какие-то личности. Просто как бы я ему предложил, если будет возможность, я думаю, мы покажем хороший бой.